Субтитры сделал DimaTorzok Это было отделение парусного спорта, очень известное не только в Украине, а и в целом свете отделение парусного спорта, потому что наша девочка Алёна Шаповалова несколько месяцев назад стала чемпионкой света парусного спорта. Это неординарная такая подія, потому что много лет не было таких наград. Диточки в этом году стали чемпионами света, чемпионами Украины, выиграли много международных турниров. Вот такая была школа. В ней занималося 150 детей, різного века, от 6 до 18 лет. Сейчас, последним временем, в акватории моря, ну, знаменитых причин, не было. Мы работали на выездке, в других локациях, и в Украине, и за кордоном. А тут была основная база наша, основная методичная база, где собирались тренеры, где собирались специалисты парусного спорта и разработали плани на будущее. Но сейчас, как вы видите, школа уничтожена. Уничтожена не только строительство школы, а и много лодок, много яхт, катеров, приладей, которые у нас есть. И это очень большая для нас печаль, потому что, как это все будет обратно восстанавливаться, мы пока еще не понимаем. Никого не было в школе в этот момент, так что постраждалих нема. Придатна ли будильня для восстановления, это должны сказать специалисты, а что до отшкодирования взбитков, то вы понимаете, что одна дитячая лодка стоит от 3 до 15 тысяч евро. Поэтому это очень большие деньги, которые нам помогали и спонсоры, и родители, и Одесская миссия рада для того, чтобы школа развивалась. Сума ущерба будет еще считаться, но я думаю, что скоро мы сможем восстановить весь свой потенциал. Это жах, понимания нет, кроме того, что это жах, и что это страна, которая уничтожает все, что уничтожает детей, уничтожает все, что предназначено для детей. Это просто жах, и никаких других слов нет. Это страна-террорист, которая должна быть покарана за это. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Время ночи ворог снова использовал средства террора против певденных регионов. Это была атака и дроновая, и ракетная. Восстанавливая системы противоположной обороны, в очевидь, ворог использовал снова сложную траекторию. Прямовали они из Крымского півострова, заходили на удар, как правило, с акваторией Чорного моря, но ускладнивали своими маневрами виявление и влучение противоположной обороны. Но все шесть аппаратов, которые были запущены, были уничтожены. Під час обстрілу одного из них сталося влучание уже сбитого безпилотника в рекреаційную зону. Продовжуємо наполягать, что зона узбережжя залишается зоной небезпеки и зоной обороны. Именно поэтому объекты в ней могут быть под прицельным вогнем и в них находиться достаточно небезпечно. Влучание обороны обороны, обороны обороны, обороны обороны, обороны обороны, обороны обороны. Очевидным є пріоритет узбережжя, оскільки на ньому розташовано дуже багато об'єктів, які можуть бути в зоні пріоритетів ворога, в тому числі і припортовой инфраструктуре. Так, дійсно, ракети також були застосовані пізніше після атаки дронів. Була активність тактичної авіації і в напрямку Миколаївщини була випущена ракета Ха-59, яку також дуже влучно знищили системи протиповітряної оборони. Цілком ймовірно, що зашкодили погодні умови. Нагадаю, глибоко в морі вирує шторм, досить потужний. Штормове попередження було ще кілька діб тому і поривчастість вітра дуже сильна. Вона може впливати на активність таких безпілотних літальних апаратів. Але цілком ймовірно, що їх просто не вистачає на даному етапі, але заспокоюватися зарано. Ми спостерігаємо активність ворожої авіації вантажної, яка спрямовується з Ірану на Росію. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!